МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. Поздравляю, коллеги! Глава Чувашии вручил дипломы будущим управленцам. Весомая поддержка. В Чувашии разработан механизм получения льгот по уплате за капремонт. Язык вышивки. Открылась выставка работ художницы Татьяны Шарковой. Глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил с генеральным директором акционерного общества группа Оргсинтез Ярославом Кузнецовым новые проекты предприятия. Хороший экономический... Глава Чувашии отметил, что недавно побывал на предприятии Химпром, ознакомился с производством, побеседовал с работниками. Модернизация проводится, прибыль у вас идет, количество работающих, несмотря на сложности в реальном секторе экономики, увеличивается. Самое главное, у вас появились дополнительные возможности с учетом валидного коридора. На экспорт выгодно продавать, это на самом деле значимо для всех нас и для российской экономики, и не только для Чувашской республики. Из проектов, которые запущены в прошлом году, мы увеличили перекись водорода на 10%, в этом году планируем еще на 25%. Мы сейчас только что площадку посетили, работы все ведутся, камеры в онлайне показывают строительные вещи, мы в остановочный плановый ремонт планируем запустить к лету уже перекись водорода с новыми мощностями. Ярослав Кузнецов поделился и планами по освоению производства гипохлорита кальция для отечественных золотодобывающих предприятий. Этот проект позволит новочебоксарскому химпрому укрепить свои позиции на российском рынке. Сегодня диплом о высшем образовании получили будущие муниципальные служащие. Поздравить выпускников Чебоксарский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы приехал и глава Чувашия Михаил Игнатьев. Подробности в следующем сюжете. В этих аудиториях гранит науки грызли большинство нынешних сотрудников муниципальных администраций и членов правительства региона. Прежде чем вручить дипломы, глава республики посмотрел, как в академии налажен учебный процесс. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Проходите. Это вот наша библиотека. Фонд академической библиотеки насчитывает более 45 тысяч экземпляров. Здесь выставляют и труды выпускников. В этом году в академии опубликовали книгу научных исследований участников ежегодной конференции «Ранхикс». А что интересовывает? А потому что все наши ведущие специалисты, и поэтому они востребованы темы здесь. Студентам академии прекрасно известно, насколько высоко в их профессии ценится спортивная подготовка. Крепость тела позволяет выдерживать большие умственные нагрузки. Недавно в УЗИ создали и команду по волейболу. Будьте здоровыми, энергичными, сильными, мужественными гражданами России. Сегодня в УЗИ вручили дипломы 80 выпускникам. Большинство из них получили специальность государственных и муниципальных управленцев. Глава республики заметил, что спрос на молодые кадры растет с каждым годом. Все, что требуется от выпускников – активнее участвовать в конкурсах на замещение должностей. Кто на самом деле имеет соответствующие знания, навыки, профессиональные качества, бояться не надо. Соответственно, у нас здесь и молодые министры. Аврелькин у нас самый молодой министр. Он имеет ученую степень. Государство тратило и тратило огромные средства для того, чтобы молодых людей по призванию, по желанию, подготовить. Для того, чтобы занимались и реальным сектором экономики, и для того, чтобы занимались государственным и муниципальным управлением. По-другому говоря, мы менеджеры государственного и муниципального управления. Выпускники и управленцы всегда готовы к открытому диалогу, пользуясь случаем. Валерия Владимирова попросила Михаила Игнатьева поддержать новый проект. Сегодня на базе нашей академии реализуется проект «ЕЛАВ», цель которого является популяризация чувашских орнаментов. Хотелось бы расширить рамки реализации нашего проекта. Мы печатаем, наносим животных из мифологии непосредственно чувашского народа. Также символы орнамента чувашского народа, составляем композицию, чтобы это было носибельно. Есть у нас предприниматели, которые занимаются благотворительностью и окажут вам содействие. Вручая дипломы, Михаил Игнатьев пожелал каждому выпускнику скорейшего трудоустройства. С таким документом для молодых людей открываются многие дороги. В ответном слове вчерашние студенты пообещали стать высококлассными специалистами. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Сегодня же глава Чуваши провел круглый стол с преподавателями и студентами Чебоксарского профессионального колледжа. Подробности в завтрашнем выпуске программы «Республика». Михаил Игнатьев встретился с председателем Совета Старейшин при главе Чувашской республики Львом Кураковым. На встрече обсуждались вопросы социальной политики. Михаил Игнатьев поблагодарил Льва Куракова и членов Совета Старейшин за поддержку социально значимых инициатив республиканского правительства, участие в обсуждении нормативных документов. 57 битов субсидий, которые заложены в бюджете, мы их выполняем. Соответственно, сбоев никаких не будем допускать. Касаясь, опять-таки, ветеранов, которые имеют соответствующие льготы по жилищно-кумунальному хозяйству, 1,800 рубля, там ветераны труда, прежде всего, трудового стажа, который мы принимали и соответствующие решения получают. Конечно, мы заложили в бюджете на 20% больше средств, в связи с тем, что услуги ЖКХ СПРВИЛ подорожают. Мы будем со стороны государства оказывать содействием малообеспеченным всем. Лев Кураков рассказал, что опыт Чувашии по созданию Совета Старейшин при главе республики вызвал интерес и одобрение за пределами региона. Лев Пантелеймонович отметил, коллегиальное обсуждение актуальных вопросов позволяет найти оптимальное решение. Когда обсуждаешь коллегиальные вопросы, открыто и сложные вопросы можно найти, только соприкосновение и их решать. А если, как его не обсуждаешь, на пустом месте могут возникнуть проблемы. Глава региона рассказал председателю Совета Старейшин, что накануне жители столицы обратились к нему с просьбой увеличить в летнее время количество бесплатных поездок по льготным проездным 60 до 80 за счет их сокращения в зимний период. Михаил Игнатьев заметил, что правительство Чувашии всегда готово поддерживать конструктивные предложения. И еще капремонтия. 1 января 2016 года вступил в силу закон, который дает право субъектам страны освобождать от платы за капитальный ремонт и снижать ее размеры для пенсионеров старше 70 лет. Закон, который Владимир Путин подписал в конце прошлого года, носит рекомендательный характер. Все-таки экономическая ситуация в разных регионах разная и чаще всего непростая. Тем не менее, уже к началу февраля этого года более 10 субъектов страны воспользовались таким правом поддержать старшее поколение. В апреле к ним присоединилась и Чувашия. Соответствующий закон глава республики Михаил Игнатьев подписал в начале месяца. В соответствии с жилищным кодексом у нас право на компенсацию по взносам на капитальный ремонт имеют одиноко проживающие граждане старше 70 лет, там 50% компенсируется, старше 80-100% либо семьи, состоящие только из этих категорий граждан. Компенсация предоставляется из расчета минимального размера взноса на капитальный ремонт, напомним, сегодня это 5,80 рублей, 5,80 копеек с квадратного метра общей площади квартиры. И исходя из социальной нормы жилого помещения на одного жителя, который у нас в Чувашии установлен, если это одиноко проживающие граждане 33 квадратных метра. Объясню, да, на практике, допустим, у нас одиноко проживающий гражданин старше 80 лет живет в двухкомнатной квартире в стандартной 50 квадратных метрах. Он будет получать компенсацию за 33 квадратных метра. Формы предоставления льготы регионы выбрали разные. Так пенсионеры в Москве, которые освобождены от взносов за капремонт, не платят. А те, у кого 50% скидка, платят, соответственно, только половину. В Чувашии механизм предоставления льготы будет другой. Компенсация расходов по взносам на капитальный ремонт оплачивается при открытой задолженности. Таким образом, получается, что сначала денежные средства нужно оплатить, а потом только будет из бюджета предоставлена компенсация. Сам порядок именно получения компенсации, на сегодняшний день он проходит процедуру согласования в кабинете министров и постановление кабинета министров будет принято. Выплачивать компенсации планируется ежеквартально. Таким образом, пенсионеры Чувашии, которым положена льгота, смогут получить возмещение за апрель, май и июнь в первый летний месяц. Ольга Пырочкина, Олег Якимов, Республика. Следственное управление Следственного комитета по Чувашии возбудило уголовное дело по факту исчезновения 15-летней чебоксарки Екатерины Кораблевой. 18 апреля вечером Екатерина возвращалась домой из школы иностранных языков. До сих пор ее местонахождение не установлено. В 2015 Екатерина вышла из языковой школы, расположенной на проспекте трактора строителей и направилась в сторону дома. Ей необходимо было пройти всего квартал. Сейчас правоохранительные органы предпринимают все возможные действия, чтобы обнаружить пропавшую девушку. Накануне район буквально прочесали сотрудники ОМОН. В социальных сетях распространяется вся информация о ходе поисков. В рамках расследования следователями во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел предпринимается весь комплекс необходимых следственных действий, оперативно-поисковых и разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств исчезновения девушки и ее нынешнего местонахождения. Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле у руководства следственного управления. Если кому-либо что-то известно о местонахождении пропавшей девушки, а также об обстоятельствах ее исчезновения, правоохранительные органы просят сообщить по телефону 02 или 102 с мобильного телефона. В Москве завершился деловой форум «Качественная пресса России. Перспективы ее развития». На форуме обсудили актуальные проблемы журналистики. Там же прошли мастер-классы, выставка, презентация региональных СМИ. Знаком «Золотой фонд прессы» награждена новочебоксарская газета «Грани». С докладом «Новая реальность в рекламе. Чего от нас ждет рекламодатель» на форуме выступила креативный продюсер национальной телерадиокомпании «Чуваши» Оксана Очкасова. 83 учебных заведения Республики вошли в Национальный реестр образовательных учреждений России за 2015 год. Включение образовательного учреждения в единый ресурс означает признание за ним лидерства как в субъекте, так и в России в целом. Реестр призван помочь родителям, школьникам, абитуриентам в поиске информации о ведущих образовательных учреждениях России. В этом году в список вошли 83 учебных заведения «Чуваши», среди которых детские сады, школы, гимназии, колледжи, техникумы, вузы, центры дополнительного образования и загородные оздоровительные лагеря. Педагоги районных и городских школ Республики готовятся к главному конкурсу преподавательского мастерства «Учитель года-2016». В преддверии конкурса наша съемочная группа встретилась с победительницей прошлого года Светланой Ильиной. Светлана Васильевна решила поступать в пединститут под влиянием учителей русского языка и литературы. Их отношение к жизни и преподаванию, любовь к делу, а главное, к родному языку впечатлили тогдашнюю школьницу. Педагоги в вузе укрепили желание девушки посвятить жизнь преподаванию, но только не русского языка, а иностранного. Светлана Васильевна проработала в сельской школе Чебоксарского района почти 20 лет, но каждый день ходила на работу с радостью и предвкушением. Для меня это сумасшедшее просто общение с детьми. Это такой огромный поток энергии, положительной энергии идет от каждого ребенка. И каждый ребенок – это маленькая вселенная. И когда ты работаешь, неважно сколько человек в классе, хоть 30 человек, хоть 10 человек, хоть 25 человек, считайте, каждый ребенок – это маленькая вселенная. И ты постигаешь эту вселенную. Иначе просто нельзя, иначе не получится. Участвовать в конкурсе Светлана Ильина решила спонтанно за пять дней до начала приема заявок. И вдохновили на создание открытого урока, одного из обязательных условий соревнований, старые фотографии посещения города Севастополя во время отдыха в лагере Артек. И мне захотелось дать урок английского языка на тему Севастополя. Крым недавно воссоединился с Россией, тема актуальная. И все это время, как я думаю, мы немножечко были не в курсе того, что же это за республика, что же это за город. С очень богатой историей, с очень богатыми традициями. И мне хотелось детям рассказать об этом на английском языке и научить их рассказывать об этом городе на английском языке. Изначально желания одержать победу у Светланы Васильевны не было. Но после муниципального отбора твердо вознамерилась с республиканского этапа конкурса вернуться только с первым местом. Позволить себе проиграть – значит подвести всех учителей Чебоксарского района. Как участник многих конкурсов считают, что залог успеха любого соревнования – это командная работа, поддержка и коллег, и семьи. И главное – каждый день учиться чему-то новому, расти духовно и идти в ногу со временем. Екатерина Куприна, Россия Мухаммедов, Республика. В Чебоксарах выбрали самый лучший класс. Городской конкурс среди начальных классов проходил впервые, но в нем уже приняли участие 42 коллектива. Кто из них самый классный – в нашем репортаже. Чтобы попасть в финал конкурса «Самый лучший класс», участникам нужно было снять о своем классе видеоролик. А еще представить в Центр мониторинга и развития образования портфолио с грамотами и дипломами. Только затем 20 финалистов приступили к подготовке итогового творческого выступления. Ребята признаются – учеба в апреле отошла на второй план. Иногда даже задерживались до 9 часов вечера, тренировались, делали ошибки. Ну, ошибки все делают. Учили. Обратите внимание, что у нас есть символ нашей школы. Это один лепесток – это дети, второй лепесток – это родители, и третий лепесток – это учителя. К выступлению мы готовились все вместе, дружной командой. В жюри конкурса – педагоги школ, вузов, актеры, журналисты. Удивить их каждый класс старался по-своему. Это учил, конечно, научил, научил, научил. Побед ждать всегда и везде труден год, только первый, первый год, только первый, первый год. Спортивные номера, стихи и песни были в программе каждого класса. Но вот далеко не все участники могли похвастать четким маршем или трогательным вальсом с папами. Организаторы планируют сделать городской конкурс «Самый лучший класс» ежегодным. Финал получился ярким и зрелищным. А конкурс сделал классы участников еще дружнее. «Самым дружным классом считается класс, который добрый, активный, который везде участвует и радостный, чтобы никогда в нем не было ссор». Лучшим классом города Чебоксары стал 4-й А, начальной общеобразовательной школы номер один. На своей странице в социальной сети ребята уже выложили победную речевку. Мария Шоклева, Сергей Рябчиков, Республика. Три столичных детских сада стали победителями всероссийского конкурса «Знак качества образования». В Москве прошла межрегиональная конференция. Она была посвящена теме «Образование. 21 век. Проект развития». В рамках конференции были подведены итоги ежегодного профессионального конкурса образовательных организаций. Победителями всероссийского конкурса стали детские сады номер 130, 146 и 178. Воссоздать национальный костюм, придерживаясь традиций древних мастеров, задачи не из легких. Более 30 лет художница Татьяна Шаркова посвятила изучению чувашской вышивки. И сейчас представила свою коллекцию на государственную премию в области искусства и литературы. Красной нитью по льняному полотну в результате кропотливой работы из подруг мастерицы выходит настоящий женихов платок. Вдохновением для создания полотна послужили экспонаты 19 века в музее Спиридонова. Конечно, как у всех творческих людей, у Татьяны Шарковой имеется свой взгляд. Но влияние предков особенно чувствуется в ее работах. Ее вещи, они современные, но в то же время видны традиции, что они исходят от тех чувашских вышивок, технейших наших чувашских вышивок, поскольку наши предки, сувархузы, они создавали вот это прекрасное творение. Татьяна Васильевна родилась в Яльчикском районе. Ее земляки чтут традиции предков, передают секреты мастерства от поколения к поколению. Особое влияние оказали на будущую художницу и знакомство с известными деятелями искусства. Алексеем Трофимовым, Екатериной Ефремовой и Моисеем Спиридоновым. В музеях Петербурга и Москвы она искала кукол, в которые играли дети еще до революции. А технику, секреты и значения символов вышивки Татьяна Шаркова изучала не только в чувашских глубинках, а также Казани, Ешкороле, Ульяновске. У нас есть верховые, низовые чуваши, и поэтому у всех разный костюм. Например, тухья, она по-своему красива, хушпо, платки разные, условные игрушки. У Татьяны Шарковой немало последователей. Ее ученики и студенты, и выпускники художественных вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Они тоже привносят этнические мотивы в свои работы. Станет ли наша художница лауреатом, будет известно в День республики. А все желающие могут познакомиться с работами мастерицы в Национальном музее. Екатерина Куприна, Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире Национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова